Антон Зерябин и Слава Нискубин прошли долгий путь, чтобы стать одной из лучших команд НФР. Как вы помните, мы со Славой выиграли команду НФР 9. Осталась лишь одна непобежденная команда. Иван Громов, Олег Лешин, ждите нас скоро. Мы отберем их у вас, и вы останетесь ни с чем. Три раза Антон Зерябин и Слава Нискубин пытались справиться с чемпионами НФР в парных боях, Иваном Громовым и Олегом Лешиным. Между первой и второй попытками прошли долгих полгода. И первый в истории НФР командный турнир. Но в финальном бою командного турнира справедливой развязке помешал бывший генеральный менеджер Михаил Вахнеев. В повторном матче удача также не способствовала Антону. Из-за коварных действий Ивана Громова судья дисквалифицировал их команду. Антон и Слава требуют еще одного честного матча, но Громов и Лешин просто издеваются над ними. И ситуация заходит в тупик, когда в этот спор оказываются втянутыми еще и Железный Волк с Саней Панковым. И снова Антон Зерябин и Слава Нискубин остались бы ни с чем. Но новый генеральный менеджер опасной зоны Вика Каменцева дает им еще один шанс. Правда на этот раз этот шанс получают еще и Железный Волк и Саня Панков. Также давние соперники Ивана Громова и Олега Лешина. Итак, тройной командный матч за пояса чемпионов НФР в парных боях. Ну что ж, дорогие друзья, вот он, главный наш сегодняшний матч. Три команды за командные чемпионские пояса. И первая команда, которая выходит к рингу, Железный Волк и Саня Панков, которая попала в этот матч по решению Вики Каменцевой. Я думаю, что этот матч без преувеличения можно называть не то, что сегодняшним главным матчем, потому что, как обычно, в одном выпуске их у нас всего лишь два. Безусловно, это главный. Но это без преуменьшения. В общем-то, один из главных матчей, если не главный, месяца. Потому что вторые по значению чемпионские пояса в федерации, чемпионы, чемпионские пояса в парных боях. Ну что, Слава, это наш последний шанс? Да сколько уже можно? Все, пора! Давай, работим в этой лешке, Громова, Банкова, Волка. Да, да, да! Антон Герябин и Слава Нискубин как раз вводят в себя в нужный настрой перед этим боем. Потому что, ну, с четвертой попытки, я думаю, справедливо можно ожидать, что они все-таки добьются этих наград, за которыми они шли так долго. Я на самом деле, возвращаясь к истории назначения этого матча, абсолютно не согласен с решением Виктории Каменцевой. И потому что, если Громов, Лешин, понятно, они чемпионы, Антон, Терябин и Слава Нискубин, они выиграли командные турниры на ФР, но включение в финал Панкова и Волка, которые в командном, даже в командном турнире не участвовали, мне кажется абсолютно глупым решением. А на самом деле, я думаю, это в какой-то мере даже несправедливо. И вот почему. Потому что все мы прекрасно помним и знаем, что Иван Громов и Олег Лешин зачастую отстаивали свои пояса лишь хитростью. Или просто даже ускользали от, так сказать, легитимного их отстаивания. И вот теперь Вика Каменцева таким образом решила понизить их шансы. Потому что, естественно, если это три команды, то, значит, шансы каждой команды уже не 50%, а всего лишь 33% на победу. И более того, чтобы потерять свои чемпионские пояса, никто из этой команды, ни Олег Лешин, ни Иван Громов даже не должны быть обязательно удержаны на лопатках. Это может произойти с любым участником другой команды. Таким образом, если Волк или Саня Панков сможет применить удержание против Антона Дерябина или Славы Нискубина, соответственно, им и достаются чемпионские пояса. То есть Иван Громов и Олег Лешин даже не будут их фактически проигрывать. Таким образом, может быть, в какой-то степени идея Вики Каменцева была просто поставить их на место. Ну что ж, нам осталось буквально несколько минут до того, чтобы узнать, действительно ли это решение Вики Каменцевой сработало. Сработает ли оно? Да, совершенно верно. Сработает ли оно? Но в то же время, надо сказать, так же понижаются, может быть, и шансы на победу у Славы Нискубина и Антона Дерябина. А они-то, безусловно, являются явными фаворитами в этом матче. Да, противостояние Громова и Лешина против Славы и Антона длится уже более полугода. И смотрите, с каким остеревенением Слава вступает в этот матч. Просто набрасывается на Ивана Громова. Пытается прессовать его ударами. Тут же сам натыкается на встречный. И теперь уже Иван Громов с легкостью разгоняет Славу Нискубина в канат. Пытался ураганного наездника провести Слава сейчас Ивану Громову. Даже попытка гарпуна была, но со второго раза ураганный наездник достигает цели. Ну что ж, Слава всегда полагался и редко его это подводило на свою скорость. Штопор, между прочим, проводит сейчас Слава Нискубина Ивану Громову. Прямо вот так вот, фактически на 10 или 12 секунде матча. А Иван, я так чувствую, не ожидал такой прыти от Славы. Как бы себя интересно чувствовали Железный Волк и Ниссане Панков, если бы вот так Слава с первой же попытки удержал Ивана Громова. Было бы как, а мы типа что сюда вообще пришли. Да они бы действительно просто выпали бы в осадок. Ну и, собственно говоря, здесь можно напомнить нашим уважаемым зрителям, что инициатива может перейти как к своему участнику команды, вот как сейчас от Ивана Громова, Олега Влешина, так и к участнику любой другой команды. Ну, собственно говоря, кроме этих двух, здесь еще одна всего. Да, вот болезненный прием сейчас испытал на себе Слава Нискубин в виде вот приземления после вот этого подброса от сразу двоих своих оппонентов. Нераскрывшийся парашют, мы еще называем такой приемчик. Ну да, ведь название дано не в бровь, а в глаз. И Олег Влешин продолжает прессовать Славу Нискубина. Причем делает это демонстративно, как бы дразняя его напарника Антона Дерябина. Тем не менее, Слава контратакует Инцигири, по-моему, попадает скользко Олегу Влешину по затылку. Так что зря он дразнил Антона Дерябина. Ну нет, тут, конечно, Влешин пересилит Славу Нискубина. А если не пересилит, то вот так вот иногда и увернется. Вот, между прочим... Да, просто возьмет хитростью. Что, в общем-то, странно для меня. Потому что мы знаем Олега Влешина как флегматического борца. И вдруг он так это резво берет и уворачивается в самый критичный момент. Но он не смог увернуться сейчас, потому что в бой сам себя вписал Железный Волк. Ну, как он в себя вписал, так сейчас Олег Влешин его и выписал. Да, быстро он контраковал своим ударом локтя. Отлетает, как от стены, горох сейчас Железный Волк от бегущего. Олег Влешина, но проводит ему боковой бросок. Ой, вот это самоотверженно. Да, этот прием называется... Обратный сплэш. Обратный сплэш. Вот, еще его когда-то называли бомбой Вейдера, когда его делал... Ну да, сам Вейдер. Ну, в общем-то, да. 200 килограмм со стойки ринга. Попробуй выйдем же. И летящий шлагбаум. И все, и пошел замес. Все, Железный Волк готов отомстить Лешину за все, что он от него натерпелся. Только я хотел сказать, совершенно без паузы работает Железный Волк. Но смотрите, хотел ли он попасть по Антону Дерябину? Похоже, что нет. И я не удивился, что Антону Дерябину это не нравится. Да, естественно. Все, пошла уже взаимная серия ударов. Хотя, с другой стороны, чего ожидал Антон Дерябин, если он сам вписал себя вместо Олега Лешина? Сейчас был, кстати, очень интересный момент, когда пытался напасть Иван Громов на Антона и Железного Волка. Но те вдвоем сбросили его с ноги с ринга. Антон Дерябин один из самых опытных присутствующих здесь на ринге. Поэтому он легко уходит от повторных ударов со стороны Железного Волка. Легко контратакует, как вот сейчас, встречая его локтем из угла. Сам, правда, иногда промахивается. Ой, теперь Железный Волк попадает вскользь. И Дидиди Ти! Плавное переходящее выдержание! Судя по тому, как Антон отлетел от ринга, после этого Дидиди Ти от Железного Волка ничего плавного в этом не было. Ну вот Антон быстро приходит в себя и снова разгоняет Волка в канат. И сносит его мощнейшим биг-бутом! И сплэш! 120 килограмм на Железного Волка! И сейчас только своевременное вмешательство Ивана Громова спасло их же, кстати, от потери пояса. Но, естественно, Иван Громов не собирается стоять и смотреть, как от него ускользает его чемпионский пояс. Потому что, напоминаю, если бы Дерябин сейчас удержал Волка, то новыми чемпионами бы стали Дерябин и Нискубин. Бэк-дроп провел только что Антон Дерябин в Железному Волку. Антон Дерябин тоже не проще слихнуться один на один с Иваном Громовым. Но я не понимаю... Саня! Саня, куда ты лезешь? Да, этого и следовало ожидать. Станер! Саня Панков делает Антону Дерябину Станер и Буйдог в доколку! Вообще-то это был X-Factor, но не суть. Теперь уже Олег Лешин спасает свою команду от проигрыша, а не только Антона Дерябина от поражения. Антон Дерябин бы просто проиграл этот матч, хотя и в пятый раз. Но Олег Лешин и Иван Громов потеряли бы чемпионские пояса. А смотрите, как зажигает Саня Панков тем временем. Ну, как говорится, никого нет дома. Вовремя Антон Дерябин увернулся из-под летящего Саня Панкова. И ответная контратака. Харусель удачи! Ловит сейчас Саня Панков и укатывается с ринга. Глядя на все это, Антон Дерябин... Да, это был Джек Хаммер от Железного Волка. Гарбун от Славы Нискубина сразу же! Ну что, какие-то хаотичные события начинаются. Двойной спайнбастер от наших чемпионов получил сейчас Славы Нискубин. И неужели то же самое ждет Панкова? Двойной спайнбастер. Файнбастер Саня Панкова приземлили его прямо на Славу. Да, вот я думаю, кому же сейчас пришлось хуже. Саня Панкова или Славе Нискубину, который оказался буквально погребен под ним. Железного Волка домоделанцы вообще с ринга выкинули. Саня Панкова, саня Панкова, саня Панкова! Так, так, так. Антон Дерябин. Двойным клоузлайном выносит с ринга Ивана Громова и Олега Лешина. Посмотрите, а ведь это же удержание! Вот так номер! Все действительно, все кроме судей забыли о том, что Слава лежит прижатый на ринге на обоих лопатках. Прижатый посредством уроненного на него Саней Панковым. Ну что ж, дорогие друзья, Иван Громов и Олег Лешин не верят в то, что они больше не командный чемпион НФР. Больше года они удерживают себя в поясах. Вот, вот, смотрите, сколько это устроило! И они же сами фактически подарили бы эти пояса Саней Панкову и Железную Волку. Ну и что ж, мы поздравляем новых чемпионов! Антон Дерябин видел это, но он не успел буквально на какую-то долю секунды. И это действительно, это просто настоящая драма для Славы Нескубина и Антона Дерябина. Посмотрите, на глазах некоторых фанатов буквально слезы выступают от радости за Железного Волка и Саню Панкова. Ну что ж, мой вердикт такой, дорогие друзья! Поздравляю я, конечно, наших победителей, но считаю, что быть чемпионами они не достойны! Вот так вот! Это лично мое мнение, как зрители в данный момент, никто меня не перейдет! Можно согласиться только в одном, что действительно на них это свалилось, как такой некий подарок, достаточно неожиданно. А Антон и Слава так и не добились того, к чему они шли так долго. Они так и не стали чемпионами НФР в парных боях. И, видимо, станут ими уже не скоро. Хотя, кто знает. Да, как говорится, время покажет. Ну, по крайней мере, приятно видеть, что все-таки между настоящими борцами сохраняются настоящие нормальные уважительные отношения. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. До свидания, друзья! Смотрите «Рестлинг» на Семь ТВ. Продолжение следует...